И завершающий доклад на очень интересную тему Множественной эндокринной неоплазии Особенности патогенеза, диагностики и лечения Спасибо большое, уважаемые коллеги Спасибо, Нарина Степановна И сегодня, да, готовлюсь к данному докладу Все-таки хотелось, да, начать Именно с общей характеристики Не только, да, множественных эндокринных неоплазий Хотя, ну, безусловно, да, это именно тема сегодняшнего доклада Но и хотелось бы вспомнить, что все-таки Мэн – это те заболевания, которые находятся в рамках Общего синдрома нейроэндокринных опухолей Да, и хотелось вспомнить, что действительно Нейроэндокринные опухоли – это весьма гетерогенная группа заболеваний Это действительно редкие заболевания, с которыми мы встречаемся, да, в нашей эндокринологической практике И, безусловно, это не только, да, проблема эндокринологов И не столько проблема, это действительно Также мультидисциплинарная проблема Которая касается и эндокринологов, и онкологов, и врачей других специальностей И если говорить все-таки про нейроэндокринные опухоли То чаще всего, да, под ними подразумевается именно высоко дифференцированная неоплазия А нейроэндокринные неоплазии объединяют как низкодифференцированные, так и высокодифференцированные формы И эпидемиология нейроэндокринных опухолей в целом, да, она говорит о том, что это действительно редкая патология Из всех выявленных опухолей число именно нейроэндокринных опухолей составляет около 2,2% В то же время, да, заболеваемость нео, по данным американского регистра, это 5 с небольшим случаев на 100 тысяч населения И если перекладывать это на данные российского населения, то это где-то порядка 7 с лишним тысяч, да, случаев в год Наиболее частая локализация нейроэндокринных опухолей в целом, это опухоли желудочно-кишечного тракта и бронхолегочной системы Ну и действительно, да, нео, и в том числе, да, множественная эндокринная неоплазия, да, мы видим это действительно редкая патология Но в настоящий момент, может быть, и, да, в связи с этим, что это редкая патология Но также и в связи с тем, что это действительно очень разнородная группа Не существует такой, да, унифицированной классификации нейроэндокринных опухолей Мы видим, что классификация зависит от анатомической локализации, эмбриогенеза, стадии опухолевого процесса От степени злокачественности, от функциональной активности опухолей Ну и, да, существуют отдельно неоспородические или в рамках наследственных синдромов Такие, как, например, МЭН-1, 2 и другие состояния Ну, безусловно, да, нас, как эндокринологов, интересуют именно функционирующие опухоли И, в общем-то, да, мы как раз в большей степени про них сегодня и будем говорить По эмбриогенезу, безусловно, да, различают опухоли, которые происходят из стенок передней кишки, средней кишки и задней И, соответственно, конечно же, это тоже определяет их многочисленное разнообразие По степени злокачественности, вот так же хотелось остановиться на этой классификации Различают высоко дифференцированные опухоли, это G1 Средний дифференцированный опухоль и низкодифференцированные карциномы с высоким потенциалом злокачественности Если, да, мы перейдем к характеристике множественных эндокринных неоплазий Безусловно, это как раз вот наиболее частая патология, которая встречается у нас в эндокринологии И МЭН представляет собой также достаточно гидрогенную группу, которая включает в себя доброкачественные, злокачественные, функционирующие и нефункционирующие опухоли различных эндокринных тканей Классификация МЭН в настоящий момент представлена синдромами МЭН первого, ну так называемого второго, третьего И не так давно, с 2006 года, описанного МЭН четвертого типа И немножко хотелось бы остановиться также на МЭН пятого типа Да, почему под вопросом, потому что это достаточно новые данные, которые основаны на наблюдениях за семьями с мутациями МАКС-зародышевой линии И, ну, возможно, что это, да, действительно будет в последующем МЭН пятого типа Мутации, которые выявлены как раз, да, в связи с мутациями МАКС, они вызывают такие состояния, как фиохромоцитома, ганглионевромы, нейробластомы И, вероятно, связаны также с аденомами парочитовидной железы, хондросаркомы и аденокарциномы легких Но это пока наблюдение за двумя семьями с мутациями зародышевой линии Что касается МЭН первого типа, безусловно, это более изученное состояние И в настоящий момент существуют обновленные клинические рекомендации, которые, да, именно направлены на лечение и диагностику синдрома МЭН первого типа И хотелось бы, да, напомнить, что это заболевание, которое обладает достаточно высокой пенетрантностью И к моменту примерно 40 лет уже пенетрантное заболевание составляет порядка 95%, а к 50 годам, да, вы видите, почти достигает 100% И первое проявление, они могут начинаться, вот, которые наиболее ранее описаны с 5-летнего возраста, но могут возникать в среднем, да, у пациентов старше 21 года Ну и в целом, да, мы видим, что распространенность достаточно низкая Это от 1 до 10 случаев на 100 тысяч населения в год в общей популяции Но на что хотелось бы обратить внимание, что в отдельных группах, это, например, пациенты с диагностированным гиперпаратериозом Это пациенты с гастрономами и апухолями гипофиза У них заболеваемость, да, значимо выше, чем в общей популяции И именно эти группы будут являться, да, в основном более, скажем так, значимыми именно в генетической диагностике мен первого типа Патогенез мен, он, естественно, да, это аутосомно-рецессивное заболевание Это генетическое заболевание, которое обусловлено мутацией гена минина, которое, да, кодирует белок минин И клинически проявляется, да, как мы знаем, тремя основными, скажем так, обобщенными патологиями Это аденомы пара щитовидных желез, это могут быть единичные, множественные аденомы Это различные энтеропанкреатические опухоли и аденомы передней доли гипофиза Кроме того, да, очень часто сочетается данный синдром с коллагеномами, ангиофибромами лица, подкожными липомами, аденомами надпочечников и карциноидными опухолями Характеристика функционирующих панкреатических опухолей Она также была достаточно подробно описана в последнем консенсусе международном от 2021 года И именно, да, вот описан, можно сказать, да, фенотип данных состояний именно в рамках панкреатических опухолей Мы видим, что, да, достаточно подробно описана распространенность метастазирования данных опухолей и диапазон размеров этих образований Что касается генетического скрининга, да, то, безусловно, здесь должны быть подвержены генетическому скринингу именно пациенты с клиническим подозрением на МЭН То есть, когда мы видим типичную локализацию опухолей, характерную для данного синдрома Это у пациентов с родственниками первой линии родства носителя гена МЭН Соответственно, пациенты с семейным анамнезом Ну и вот, да, как раз говорил о том, что в тех категориях пациентов, у которых мы можем в большей степени встретить данные синдрома В том числе, например, у пациентов с типичным проявлением МЭН, например, первичный гиперпаратериоз в молодом возрасте менее 30 лет Тактика ведения, безусловно, зависит от многих факторов От размера самого образования И оперативное лечение, в частности, рекомендуется при инсулиномах, випомах и глюкоганомах Что касается гастреном, то если это не панкреатические опухоли, если они менее 20 мм, то здесь подходы могут быть в том числе и нехирургическими Кроме того, опухоли, которые оценены как G2, то есть вторая стадия по Грейт, должны, вероятно, быть оперированы на ранней стадии, независимо от их размера Хирургическая тактика именно нефункционирующих опухолей при МЭН-1 Она показана пациентам с опухолями размером более 20 мм Или с прогрессированием в динамике у данных пациентов МЭН-4 типа, я сказала, что это достаточно недавно выявленный синдром Впервые он был описан в 2006 году и он был описан вообще в связи с исследованиями синдрома МЭН-Х на мутантной линии мышей И далее эти данные были более подробно изучены и переложены уже на данные, полученные от пациентов И, соответственно, данное заболевание, оно достаточно похоже по своим фенотипическим проявлениям на синдром МЭН-1 Но, как вы видите, оно связано с другой мутацией И, соответственно, безусловно, имеет ряд отличий от синдрома МЭН-1 И, в частности, здесь, в общем-то, есть свое отличие Это развитие опухолей надпочечников, почек, репродуктивных органов, которые, в общем-то, несколько отличают от синдрома МЭН-1 И что касается лечения, то лечение также сходно с лечением МЭН-1 синдрома Скрининг при МЭН-1 и МЭН-4, в том числе, предложенный авторами в 2019 году Он, в общем-то, тоже учитывает факторы развития тех или иных опухолей В зависимости от, в том числе, и возраста начала заболевания И, позволю перейти к синдрому множественных эндокринных неоплазий второго типа И мы знаем, что, в целом, эти заболевания сходны Их разделяют на МЭН-2А и МЭН-2Б синдромы К МЭН-2А, в том числе, относятся и семейный медулярный рак щитовидной железы Фенотипически данные состояния похожи МЭН-2Б – это более редкое состояние, в отличие от МЭН-2А И, в общем-то, два основных компонента, и в том, и в другом синдроме Это медулярный рак щитовидной железы и феохромоцитома Но всегда, да, они идут в связке И мы должны помнить, что если диагностирован медулярный рак Ищем феохромоцитому и наоборот Ну и плюс отличают дополнительные клинические проявления Да, в частности, при МЭН-2А кожный лихиноидный амилоидоз То есть отложение амилоидов подкожной клетчатки Болезнь гиршпрунга Это как раз типичное состояние, которое мы ищем при МЭН-2А и видим И клиническими особенностями МЭН-2А типа Является морфаноподобная внешность Множественные невромы слизистых И ганглионейроматоз желудочно-кишечного тракта Патогенез МЭН-2А связан с РЭД-мутацией И, собственно говоря, поэтому ищем мы именно мутации МЭН И рекомендуемый метод начала тестирования Является, в общем-то, выявление основных мутаций Которые встречаются чаще всего У пациентов с фенотипом МЭН-2А должны быть проверены Несколько другие кодоны И, соответственно, мы будем искать при том и другом синдроме Разные локализации мутации Когда требуется секвенирование всей кодирующей области Это только в том случае, если мутация РЭД не была идентифицирована И, в общем-то, да, у нас идет несовпадение между фенотипом и ожидаемым генотипом заболевания Диагностика, безусловно, зависит от основных компонентов Это диагностика медулярного рака щитовидной железы Диагностика феохромоцитомы И диагностика гиперпаратириоза По, в общем-то, общим представлениям Которые имеются у нас в современных клинических рекомендациях По данным конкретным патологиям Лечение медулярного рака щитовидной железы Примен-2 Оно, безусловно, имеет некоторые отличия Они связаны с тем, что Если у пациентов есть мутация высокого риска То у них рекомендована тиреодектомия Скажем тогда, профилактическая тиреодектомия В пятилетнем возрасте или ранее Особенно, если у пациентов выявляется уровень кальцитонина Выше 40 пикограмм на миллилитр И пациентам с мутациями умеренного риска Рекомендовано ежегодное обследование Начиная с пятилетнего возраста И, безусловно, стадия медулярного рака щитовидной железы Является важным предиктором выживаемости И пациенты с местными метастазами Имеют достаточно, скажем так, большую выживаемость Нежели пациента с более распространенными формами Что касается таргетной терапии Она назначается только в том случае Если у пациентов доказано прогрессирование состояния Здесь необходимо просто иметь в виду То, что лечение может взвесить преимущество от лечения И назначить в данном случае данную терапию Что касается наблюдения пациентов С МЭН-синдромами и нейроэндокринными опухолями в целом Естественно, что в связи с злокачественным потенциалом данных опухолей Рекомендовано пожизненное диспансерное наблюдение Но здесь, в общем-то, особенности Этого диспансерного наблюдения Они будут зависеть, безусловно, от самого заболевания От статуса пациента И от ряда других факторов Коллеги, спасибо большое за внимание На этом хотел бы завершить свой доклад И если есть какие-то вопросы, я готова ответить